До перспективных исследований должен выглядеть солдат будущего вместо стандартной экипировки, так называемый экзоскелет. Мускульная сила человека в нем увеличивается в разы. В очки бойца проецируется информация, поступающая с беспилотника или с прицела автомата. А значит и стрелять можно из-за укрытия, даже не видя цели. Нам надоело завидовать ведущим американским лабораториям, в том числе основанным на университетских центрах, когда они создают уникальную робототехнику, и потом нам же, наши граждане, показывают, что же вы это не можете сделать. Да мы можем сделать. Мы все можем сделать. Технологический макет антропологической платформы, или в простонародье робот-водитель. Уже сейчас он способен вести автомобиль, распознавать границы дороги и другие машины. Управление комбинированное, то есть действие его контролирует оператор. В будущем инженеры собираются научить андроид самостоятельно садиться в автомобиль и без посторонней помощи добираться до пункта назначения. Даже имя для демонстрационной модели придумали. Федор. Робот. Цела автомата. А значит и стрелять можно из-за укрытия, даже не видя цели. Нам надоело завидовать ведущим американским лабораториям, в том числе основанным на университетских центрах, когда... Самостоятельно садиться в автомобиль и без посторонней помощи добираться до пункта назначения. Даже имя для демонстрационной модели придумали. Федор. Робот. До перспективных исследований должен выглядеть солдат будущего. Вместо стандартной экипировки, так называемый экзоскелет. Мускульная сила человека в нем увеличивается в разы. В очки бойца проецируется информация, поступающая с беспилотника или с прицепа. Они создают уникальную робототехнику. И потом нам же, наши граждане, показывают, что же вы это не можете сделать. Да мы можем сделать. Мы все можем сделать. Технологический макет антропологической платформы, или в простонародье робот-водитель. Уже сейчас он способен вести автомобиль, распознавать границы дороги и другие машины. Управление комбинированное, то есть действие его контролирует оператор. В будущем инженеры собираются научить андроид...